Мои ребяточки, привет! Доброе утро, добрый день! Проснулась, проснулась! Я так хорошо спала, ребят! И, знаете, утром пыталась понять, болит у меня голова после вчерашнего шампанского или нет? Нет, всё в порядке. Две бутылки для меня, видимо, это норма. Но, конечно же, я галёхонько стою, поэтому снимаю себя... Я только встала с кровати, поэтому снимаю себя только лицо. Посмотрите, какая лохмотущая. Спала с двумя косичками. Ребят, всю ночь спала с кондиционером, чтобы не болела голова. Я же ещё вчера покурила, оказывается. Я же ещё вчера покурила. Я так боялась, что у меня будет болеть голова. И алкоголя много, и жарко, ещё покурила. Думаю про себя, о нет, о нет, буду спать с кондиционером. Выспалась прекрасно, ребята. Посмотрим, что творится. Так, ну я уже, естественно, вставала, дверь я распечатала. В душ я уже сходила, потому что, ребятки, у меня начались эти самые женские дни. Здесь, в принципе, всё, что я вижу, меня устраивает. Никакого ни запаха, ничего. Всё смыто, всё аккуратненько. Ребятки, я вчера, конечно же, тот суп, который я сливала из кастрюли, я его влила обратно, потому что я поела. Знаете, мне кажется, ещё то, что я не болею, я вчера съела огромную кружку, тарелку супа. Огромную. Я так довольна, он такой вкусный, он такой обалденный. Кстати, мы сейчас его будем кушать. Так, что мне надеть? Лифчик, футболка. Ну вот, лифчик, футболка, ребят, я уже в трусах. Трусы вчерашние, это майка, это платье. Ну и, естественно, высохла, я сейчас всё подберу. Господи, там бычки от сигарет. Боже, что ты мой, ребятки, сейчас оденусь. Пятое августа у нас сегодня, слушайте, не очень жарко, такой ветерочек присутствует. Думаю, что там колет волосёшки. Надела футболку-то, а волосёшки-то не подобрала. Звуки азаны, у нас время час. Чтобы вы понимали, у нас время час. О-о-о-о-о-о-о. А я лежала, выбирала на воду кое-что. Ребяточки, когда поеду в Москву, я, знаете, что куплю? Я не буду с собой вести ни колбасы, ничего. Хотя это посмотрим потом. Но я себе назаказывала орехов, фиников, сушёных ягод. В том числе и чурную смородину, и малину. О, боже мой, облепиху. Ягоды Годжи заказала. Манго, прям килограммами. Манго, финики, маракую. Я знаете, что думаю? Включить кондиционер, чтобы воздух был сухой. Хоть и не жарко, но из-за того, что влажность, ребята, из-за того, что влажность, ты всё равно будешь течь. Ну, как не жарко? 34 градуса. Для меня это норм. Ребяточки, у меня арбуз есть. Боже, как это классно. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Фолиевую кислоту я уже выпила сегодня. Здесь была последняя таблеточка. Я сейчас буду есть арбуз. Как хорошо, что он у меня есть. Арбуз достаю заранее, чтобы он у меня был не такой холодный. И достаю суп. Ребятки, я одной рукой не смогу достать. Я просто переверну кастрюлю. Здесь у меня что, остатки помидоров, остатки курочки и луковицы. Ребята, мне надо взять штатив. Иначе я, ребяточки, уроню кастрюлю. Она какая-то жирная. Капнула. Ну, естественно, это из меня вылилось. Две маленькие капли, когда я вставала ночью в туалет. Собственно говоря, потом я сразу же пошла в душ и менять. Не менять, а надевать трусы и прокладку и все такое прочее. Поменяю постельное белье. Не сегодня. Завтра поменяю. Потому что, потому что, потому что сегодня его бесполезно менять. Я сегодня в течение дня еще лягу. А оно, в принципе, оно не грязное. Ну, ну, пара капель это. Ну, я даже застировать не буду. Потому что завтра сниму новое, это, чистое постельное. Так. Ребята, у меня, посмотрите, у меня жирный холодильник. Я по кастрюле чувствую, что он жирный. Зато плитание жирное, ребята. Не знаю, как таким образом она началась. Я, видимо, вчера с пьяных шахтой ее протирала. Видим? Да, прикиньте, жирная пленка. Мне, скорее всего, она жирная, да, кастрюля. Потому что холодильник был чистый. Еще, представляете, этим... Как его? Ну, вообще, видно то, что я... Видно, да? А, да, видно. Знаете, что там? Видимо, картошка лежала и... На... Как его? От картошки эти грязные. Сейчас я... Суп просто балдежный. Я в чем с таким удовольствием съела чашку. Горяченький у нас, стыл. Сидела на балконе. Кушала. Ой, наслаждение. Ой, наслаждение. Как бы протереть дно. Паводок за байканом. Как бы протереть дно. Ну, не знаю, как протереть. Суп балдежный. Слушайте, надо взять на вооружение с грибами варить суп. Надо взять. Очень вкусный. Знаете, гораздо вкуснее, чем с одной курицей. Гораздо вкуснее. Ребят, пробуйте. Открывайте для себя новые вкусы. Грибы у меня были самые обычные. Шампиньоны. Упаковка 300 граммов. Сразу же после того, как положила картошку, их запустила. Очень вкусные. Очень просто. Ребят, рекомендую. Нормально себя чувствую. Я же вам уже сказала, да? Сейчас. Поехали. Супчик положил. Погрел. Поехали. Как хорошо, что у меня есть суп. Господи. Господи. Вы гляньте. Короче, на ВБ. Орехи, сухофрукты. Просто посмотрите, какие там цены. Цены даром. Все, что я в Турции, допустим, покупаю, там даром. В России имеется в виду. Ребята, просто даром. Я принял решение, чтобы добавить еще 50 граммов. Для того, чтобы они могли сегодня заработать вас на месяц на семью. Да, ребята, она включит кондиционер. Значит, просто будешь течь все равно. А мне нужно себя все равно никаких не пожалеть. Как сказать, повнимательнее к себе относиться. Потому что похмелье, еще какая-то жара, чтобы сердце отславиться, не дай бог. Ну, смотри, надо, надо. Сейчас, поэтому я супер достала, супер чистка и плево. Иду, закрываю окна двери. Окна двери закрываю и включаю кондиционер, чтобы... Волосина моя. В чашу, чтобы я лежала. Я просто сушу воздух, ребят. Просто сушу воздух. Жду супик. Ребят, кофе, конечно же, я пить не буду. Потому что алкоголь вчера был, еще и сигарета. Я вообще не понимаю, зачем я это сделала. В Тюмени открылась выставка техника НАТО. Вот такой вот у меня корж есть. Я пойду сяду под кондиционер. Включаю свет. Я пойду сяду под кондиционер, буду есть арбуз. Немножко подсохнет лицо. И я это... Все, скорее всего, тоже буду здесь есть кондиционер. Он горячий. Что-то, блядь, кто-то... Кто двигал, нахуй, столы? Что еще тут происходило в этом доме? Тринадцать-одиннадцать. Время. Ох, смотри. О, смотри, как хорошо. Прилипло, село, представляете, на диван и прилипло. Думаете, просто так, что ли, для этого? Влажность просто стопроцентная. Как-то в принципе устроена северная столица. В каждом районе Петербурга работает на промо-русной... Арбуз-бомба. Арбуз очень сладкий. Мне там писали вчера на прямом эфире, что в Москве арбузы 55 рублей стоят. А здесь 22 лиры. Ее 75. 75 или 80. Там в зависимости, как поменяете лиру. Благодаря какую валюту будете менять. Если доллары, доллары будет по одному. Если рубли будете менять. 75 рублей. Здесь все дороже. Ребята, килограмм орехов. Килограмм орехов можно купить на ВБ. Миндаль за 800 рублей. Здесь за эти деньги... Это единовременная материальная помощь... Сколько ты купишь? Горщику, наверное. Я говорю, что мы купим, что все дорого. Прямо все реально очень дорого. На Санкт-Петербурге еще 500 тысяч полмиллиона. Это социальная выплата. При трудоустройстве на... Потому что сам рекомендатор может... Все произвело. Выдавая них, кроме нас. Какой-то полевой лагерь показывает. Ты ворус. Ленка Забинкова уехала в Казай. У меня же сегодня есть дело-то. Знаете, что мне нужно встретиться с Хадижей. Встретиться с Хадижей. Чтобы забрать у нее кофемашину. Которую Хадижа вчера купила для моей соседки Лены. Эту кофемашину мне нужно будет привезти в Москву. Потому что у Лены точно такая же кофемашина есть. А ее сын приходил к ней в гости. Увидел эту кофемашину и влюбился в нее. И как кофе приготовляет. Короче, кофемашину для Илюхи. Лена хочет подарить сыну. А на ВБ они таких кофемашин не нашли. Знаете, конечно же, я с трудом не верится, что на ВБ чего-то нет. В интернет-магазинах. Наверное, нет. Кто кофе пьет в кофемашинах, они же понимают. 7000 евро стоит. Кофемашина. Мне еще придется подокупать багаж. Я могу, и точно. Такое разве забывается. 16, 15, 15. У меня все вошло в ручную кладь. Но у меня разбудит кофемашина. Примерно бы вошло. У меня сумка есть под калибратом. Как раз под это Победовский. Я знаю, что положить в эту сумку. Все, знаю. Как положить? Что на себя надеть? Что за плаксивый нотки? Опять сейчас поедем супчику. Поздоровлюсь. О, Господи, какой суп. Господи, какой суп. Господи, какой арбуз. Как же мне повезло в жизни. Конфеты корейские. Олиц. Это корейские конфеты. Это мне Вероника дарила. Представляете, я нашла его в железной банке. Зеленый. Кто-то выбирала пробки. Ух, та. Железная банка, железная коробка на балконе, которая уже забита пробками под отвязку. Возраст. Это просто число. Рекламируют. А, я тут называется. Видимо, какой-то клуб знакомств, что ли, для пенсионеров. Вот они все. Профиль Оксана, профиль Олеся. Знакомьтесь, но я тут. Ребята, мы живем в такое время. Очень многие знакомятся в интернете. Очень многие. Вот, например, я со своим тортиком познакомилась в интернете. Мы сегодня с ним поприветствовали друг к другу. Он мне и так и не сказал, когда он приедет. Знаете, как он начал делать? Что не очень хорошо. Мы договоримся, он говорит, я буду через 20 минут. Я иду домой. Я буду через 20 минут. Близко к корте, что ли, срезало. Несладкий. Доброе утро. Несладко. Несладко не буду есть. Что, я монашка, что ли? Надо, чтобы все вкусненько было. Вкусненько, замечательно, чтобы все было. Нужно и с кушечкой прям есть. Разогревается. Помедленно, хорошо прогревается. О, Господи, как вкусно. Господи, какой суп. Ребята, какой суп. Он просто, он роскошный. Какой суп. Скороварка, скороварка. Надо пойти, знаете, что сделать? Кусы расплести. Такие вот, блядь, товары рекламируют. Скороварки всякие, блядь, не скороварки. Реально? Думаете, реально, а не это, быстрее готовят? Куда, блядь, торопиться? Шесть литров. Я могу сожжать сзади. Ребята, я ждать и не это. Я же так и не покрасила волосы. Они меня расчесывали. Я их вчера вечером хорошо прочесывала. Да. Запрытала косички. Мне даже ни одного волосы не упало. Я хочу, чтобы у меня была спина открыта. Шея. Ну, видите, что-то, в принципе, я неплохо. Никакой не отечность, ничего. Ребята, уже час. Хотя я проснулась-то. Я проснулась в восемь. Я пыталась отключить кондиционер. Я всю ночь спала. Ни шум меня не там беспокоило. Ничего с улицы. Подключила это. Хорошо очень выспалась. Сейчас супчик наебну. Очень вкусно будет. Ребятки, зашла в комнату. Закрыть окно, балкон. И взять телефон с зарядки. Здесь такой запах приятный. Я не могу понять, чем пахнет. Такой запах приятный. Очень даже. Очень. Просто обалденный. На Туся Усова мне записала голосовое. От детей привет передала. Видео привет. Какой-то фильм идет. Знаете, такой, знаете, не чешный такой. Короче, фильм про свингер-пакер. Я вот у коробочка арбуза уже ушла. Восстановит мои силы алкоголические. Я вот думаю, здесь сесть или вот туда. На столе, конечно, на большом будет удобнее сидеть, кушать. Ну, там под кондером. Чашка горячая пока еще. Я пока держать ее не смогу. Малиничка остынет. Потом буду кушать. Короче, смысл этого фильма. Пока я тут ходила, немножко на паузу ставила. Короче, жила семья. Она ему изменяла. И родила в браке любовника, ребенка от любовника. И мужу об этом сказала. А мужик-то порядочный. Потом, короче, она к этому любовнику ушла. Эта женщина. Наверное, это она, потому что ее задержали. И они поссорились на почве. И она его, короче, убила. Ну, сначала она ему нанесла какие-то... Что-то там его на машину, что-то его толкнуло. Короче, не знаю. А этот любовник тоже, в свою очередь, ушел от своей жены. Я не могу. Что за свингер-пати? В общем, она из... Как бы, когда уже его убила, ну как, потом выяснилось, что она его убила. А в тот момент, когда она с ним... Что-то машина на него наехала, он был еще жив. Она позвонила своему первому мужу, который официально записан отцом этого ребенка, и сказала, что езжай, Ваня один. А Ваня-то уже лоб. Ему уже лет 14. Он поехал к Ване. Звонит жена этого любовника, к которому ушла его жена, и говорит, твоя жена убила моего мужа. На тот момент они уже расстались. Он поехал к ней. Она вся в слезах такой. Будуар императрицы. Парчевые какие-то подушки и красные бархатные диваны. Она вся заплаканная, скорбит, короче, по мужу. Тут ей говорит, так муж, ты от тебя ушел. Ты что ревешь-то? Как ты можешь так говорить? Пожалуйста, не уходи. Останься со мной. И давай его целовать. Что, реально? Вот это все в жизни может происходить? Блядь, у меня-то в жизни еще все идеально. Вот он вернулся домой, в свой первый дом, где жил с женой и с ребенком. Может, кто такой порядочный симпатичный? Ой, ребята, как все в жизни интересно. Как в кино. Ну, фильм уже кто-то снимает, да? Наверное, какие-то эпизоды из жизни. Канал ТВ Рус. Посмотрите, это еще, короче, маленький тувалин такой вот. Такой этот. Вот этот тувалин такой. Шеки толстые у ребенка. У парня. Что там орал, орал на отца? Сердце у него закололо. Он говорит, ты мне больше не отец. Закон, тебя и так не отец. Твой отец умер. И убила твоя мать. Так она много лет изменяла мужу с этим любовником. Ребята, вот они уже в постели. Короче, они что, решили поменяться? Это реально свингерпати? Они уже сейчас в постели лежат. Короче, вот эта вот женщина, это жена первая любовника его жены. Вот у него была жена. Ребята, я не могу. Это кино. Это он, видимо, когда пришел ее утешать после гибели ее мужа, он их дали. Ребята, это оттас, блядь. Она на него кинулась с подслоями, но он такой, что-то дал ей успокоительные таблетки и свалил. А сейчас Ваня говорит, мне не родную твоего мужа. Что? Тайны. Тайны раскрываются. Ребята, суп просто объедение. Так они с вами жили все это время. Как можно было не заметить, да? Как можно жить с мужем? С семьей? Там не в разных городах имеется в дом. И не понять, что у него есть любовница. Да тут полноценная семья. Вот там ребенок есть. Ребенок, воспитываемый другим отцом. О, бабы, а! О, бабы что творят! Положила голову ему на грудь, и он ее гладит. Лежат. А это какая-то старуха у нотариуса в кабинете. Пришла туда с зятем своим. А зять говорит, она вмешивается, составляет брачный договор, а мать курирует. Невеста не знаю где. Они собрались переезжать на Дальний Востоке. Не знаю, это фильм, блядь, или анекдот. Тут одна история, хлещет другой. Она говорит, она говорит, ребенка заведете только через 4 года после брака. Собаку я вам не разрешаю заводить. Реально вот такие есть люди, которые вмешиваются в жизнь детей? Ребята, суп просто бомба. Просто бомба. Его вот так вот ешь, ребятки. Знаете, без хлеба, без майонеза. Он такой питательный, знаете, такое благотворное влияние на организм. Ребята, все, все как часы. В туалет как часы ходите. Кожа чистая, все прекрасно. Он вообще не калорийный. Поэтому я его сзади не могу сожрать целую кастрюлю. Так вот хожу, подкипечиваю себе супчик. Ну, ребята. Я вам рассказала, да? Ягоды. Привезу финики. Привезу орехи. Бразильский орех. Пекан. Миндай. Кишью. Ребята. Там цены просто. Здесь как в 200 грамм упаковка, а там килограмм. Не надо идти, деньги снимать, ходи же отдавать. Забирать для Лены машинку. Кофе. Для кофе. Лена говорит, она вот такая вот. Она говорит, у тебя взрыва идет в ручную вкладь. Я говорю, Лена, а мои вещи куда? Я говорю, ну, вообще-то у меня багажа нет в билете. Она говорит, ну, багаж я тебе куплю. Но ты машинку в ручную вкладь, чтобы она не треснула. Я говорю, так может быть, тебе наоборот ее лучше в коробке привезти? Поставить в сумку мне? Нет, нет, в ручную вкладь. Я говорю, хорошо. У меня в руках будет кофемашинка. Я не знаю, посмотрю, может в багаж. Посмотрю на упаковку. Посмотрю на упаковку, может быть, это. Ребята, тарелочка супа просто нам в лед ушла. Очень вкусно. Она вон в тюрьме, она уже ему на другое это. Если, говорит, я тебе скажу, где взять деньги. Во баба, во бабы. Ребятки мои дорогие, короче, буду заканчивать. Не знаю, не знаю, почему я так радовалась вчера празднику шампанского. Я, видимо, подумала, что это мой второй день рождения, что я аж выхолкала вчера две бутылки. Вообще? Да пошла ты. с кем-то Артемом. У меня еще какой-то Артем есть. Вообще, статистика говорит, что 13% мужчин воспитывают чужих детей, не подозревая об этом. чтобы вы понимали. Вот так вот. То есть, баба, мальчика, обманчика очень много. А вот сочные манты, а, сочные манты, господи, я думал, это сухофрукты. Воздушные с мясом заморозку 57 евро продают. С мясом индейки. Из Германии, что ли? Полуфабрикаты. Ох, ребята. Буду сегодня дома весь день. На море не пойду, потому что, сами понимаете, у меня эти дни, первый день буду лежать. Суп у меня есть, арбуз у меня есть. Может быть, чуть попозже. Вечером выйду в эфир. Смолотила тарелку супа с красным перчиком. Там я при варке добавляла с чесночком. Ой, лавровый лист, грибы и курица. Отличное сочетание. Готовьте по моим рецептам. Все. Пока, котики. Пока, 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 пока. Хорошо настроение. Смолон. Пока. Пока. Пока.